Евгений, доброго дня. Вопрос возник после просмотра семинара по психосоматике. Вопрос про хрустящие суставы. Например, у меня часто хрустят они, особенно кисти, ступни, ну и другие суставы тоже, хотя и меньше. У меня, кстати, тоже хрустят. Является ли это следствием каких-то неосознанных стрессов или же это ничего не значит? Хорошего дня. Хорошего дня. Ответ будет короткий. Хрустящие суставы это негибкость мировоззрения, негибкость установок и стереотипов. Человек должен быть гибким. А когда мы жесткие по жизни, вот это так и никак иначе. Вот я сказал будет так и никак иначе. Мы не прислушиваемся, мы не учитываем что-то, каких-то нюансов, каких-то условий. Мы действуем жестко по своим убеждениям. Но мы сталкиваемся с жизнью, она каждый день меняется, поэтому и наши убеждения, они как-то корректироваться должны тоже, я думаю. Надо становиться гибче. Там, где, да, гибче, понимать как-то людей более, более гибче. Все, ответ более гибче. Тогда и суставы хрустеть не будут. Все эти артрозы и артриты у людей с жесткими социальными установками. Тут враги, тут друзья, тут правильно, тут нет. Юношеский максимализм. По максимуму. Либо так, либо никак. Ну вот. Ладно, будем становиться гибче. Ну да, старайтесь. Как смягчать эти жесткие установки? Как смягчать? Список, первый список. Значит, смотрите, во-первых, мы не боги, мы люди. Этот мир не мы создали, мы в него приходим, а здесь уже живут. И надо сначала изучить этот мир, а потом приспособиться. И не на свою сторону перетянуть собеседника или партнера, а найти точки соприкосновения и сотрудничать. Сотрудничать. А не подавлять один другого. А у нас, считается, обязательно должен кто-то вверх взять на другим. Юношество слишком. Да. Все слишком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова